Деньги бесполезны. Когда речь идет о таких вещах, как настоящая дружба или любовь, то они тебе этого не купят. Ты можешь оплатить самого лучшего учителя по игре на пианино, но сам навык игры на пианино у тебя купить не выйдет. Деньги могут купить вещи, но не идеи. Поэтому в рекламе нам продают не сами продукты, а то, что по сути продать нельзя, а именно концепты. Если посмотреть не на то, что делают некомпетентные блогеры вроде меня, а на настоящую рекламу, то вы увидите, что нам продают не условное пиво, нам продают образ дружбы через пиво. Зимой Кока-Колу ассоциируют с Новым Годом, а летом с прохладным, живительным глотком на солнечном пляже. Это нужно для создания у нас ассоциативных связей и паттернов потребления. Таким образом, корпорации по сути колонизируют наш мозг, и лучше всего это получается у Диснея. Они выстроили целую систему контента, с которым, во-первых, у тебя есть позитивная ментальная связь из детства, а во-вторых, практически каждая единица контента в этой системе является рекламой другого контента. Ведь реклама пытается мотивировать действия. А действия, которые мотивируют условные Мстители, это просмотр следующей части, вместе с кучей параллельных продуктов. Им даже не обязательно собирать большие деньги в прокате. Их интересует не сколько прибыль с конкретного фильма, сколько присутствие в твоем мозгу. Им нужно постоянно напоминать тебе о своем существовании. Да, возможно, парочку новых фильмов по Звездным Войнам не оправдали ожиданий, но это не страшно. Ведь тебе все еще нравится сама франшиза. Ты все еще любишь Звездные Войны как концепт. Ты все еще посмотришь их сериалы, купишь мерч, поиграешь в игру, не говоря уже о том, сколько денег они зарабатывают на своих парках развлечений. И для этого даже не нужно снимать контент уровня оригинала. Он просто должен быть более хорошим, чем плохим. Этого достаточно, чтобы поддерживать ментальную связь на плаву. Главное, чтобы твои ассоциации с брендом были позитивными в общем и целом. Поэтому смотреть на Диснея через призму кассовых сборов — это не понимать названия игры. Они в совершенно другом бизнесе. Они зарабатывают на том, что владеют частью твоего мозга. Они владеют частью твоего детства. А значит, и частью твоей личности. Твоей идентичности. Этот механизм позволяет корпорациям манипулировать твоей идентичностью. Они влезают в политику, подменяют понятия и продают тебе эти самые идентичности. К этому сейчас стремятся все. И корпорация «Мотел» с их фильмом «Барби» — не исключение. Но прежде чем мы продолжим. В отличие от корпораций с их рекламами, я не буду пытаться связывать продукт с определенным концептом. Я лишь попрошу вас вспомнить о беззаботном детстве. Вспомнить о том, как мама готовила каши, блинчики, пироги, дранники. Эх, хорошее было время. Благо, просто еда позволяет вернуться в это время. Просто еда — это готовый завтрак, обед и ужин с доставкой на дом. В меню привычные всем с детства блюда всего за 2490 рублей в неделю. Это 415 рублей в день. Это цена одного соевого лата в хипстерской кофейне. Более того, и без того уже выгодный заказ можно оплачивать частями. Так что просто еда экономит не только деньги, но и время. Которое можно потратить на действительно важные вещи. Например, на хобби, общение с друзьями, ну или на ностальгию по беззаботному детству и маминой еде. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании, чтобы заказать доставку по специальной цене. Ну а мы продолжаем. Итак, что мы имеем? «Барби» — это фильм про то, как Марго Робби, в роли, собственно, Барби, живет идеальную жизнь в Барбиленде. В нем царит матриархат. Тут всем заправляют женщины. Однажды Марго ловит экзистенциальный кризис. Она узнает, что кризис вызван тем, что в реальной жизни у того, кто с ней играл, проблемы с башкой. «Видимо, твоя девочка загрустила, и ее мысли, чувства и человечность стали влиять на твою кукольность». Поэтому она решает отправиться в реальный мир. За ней увязывается Кен, для которого весь смысл жизни заключается в том, что он не самостоятельный персонаж, а лишь придаток к Барби. «У Барби каждый день замечательный день, но Кена день задался только если Барби обратила на него внимание». В реальном мире герои видят зеркально противоположную картину общества. «Здесь все как будто наоборот». В отличие от Барби Лэнда, здесь царит патриархат. «Вы совсем не преуспели в строительстве патриархата?» «Нет, мы очень преуспели, просто мы хорошо это скрываем». Барби ищет девочку, которая с ней играла, и та шлет ее куда подальше. «Я о тебе и не вспоминала, фашистка!» Затем Барби находит корпорация Мотел, пытается запихнуть ее в коробку, она от них убегает, потом выясняется, что с ней играла не та девочка, а ее мать. Затем они все вместе едут в Барби Лэнд. Но их ждет сюрприз, ведь Кен привез с собой патриархат. Он внушил всем Барби, что они должны служить Кеном. «Мы просто объяснили им, какая замечательная и логичная идея патриархата, и они согласились». Барби сдается, но мама той девчонки в исполнении Америки Ферреры раззомбирует всех Барби путем объяснений того, как тяжело живется женщинам. «Надо быть им мамочкой, но не напоминать их маму. И все свое влияние надо прятать за хихиканьем». «Озвучив когнитивный диссонанс, который есть у каждой женщины в патриархате, ты лишила его власти». «Да». В итоге Барби удается восстановить власть, но возвращаться к старому укладу они не хотят. «Я считаю, что не стоит все делать так же, как было. Ни Барби, ни Кены не должны жить в тени». Кен понимает, что он самостоятельный. «Тебе нужно понять, кто ты без меня». «Кен, это я». Барби становится настоящей женщиной. «Я пришла записаться к гинекологу». «Все счастливы». Конец. Готовьте деньги на фильм по другому продукту Мотел. «Как вы могли заметить, ключевой темой, что нитью проходит сквозь весь фильм, является феминизм. И давайте разберемся, почему. Одна из самых острых проблем в современном мире – это неравенство. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Классовая борьба, о которой говорят марксисты, как никогда актуальна. И решение, что предлагают эти самые марксисты, заключается в том, чтобы перераспределить ресурсы и средства производства таким образом, чтобы они принадлежали не небольшой кучке людей, а всему обществу. То есть они предлагают тотальные систематические изменения. А это значит, что в внешней системе грозит опасность. И чтобы сохранить текущий порядок вещей, в современной культуре происходит интересный финт ушами. Берется какое-нибудь левое движение, или, по крайней мере, движение с вот этой вот марксистской левой логикой. Допустим, борьба за равенство рас, или там феминизм. Тут оставляют вот эту самую марксистскую логику, то есть борьбу между угнетателями и угнетенными. Но из уравнения выбрасывают самое главное, а именно изменения в самой системе. Делают так, чтобы все это не представляло никакой угрозы нынешнему укладу. А даже наоборот, уклад укрепляло. О, ты поддерживаешь афроамериканцев? Ну, тогда купи билет на черную пантеру. Ведь черные должны быть представлены в продуктах от гигантских медиахолдингов. Ты хочешь мыслить по-другому? Тогда покупай Apple. Ты за ЛГБТ? Тогда неси деньги тем брендам, что поменяли свою аватарку на радужную. Но только в тех странах где-то делать безопасно. Самое смешное было видеть, как компания Raytheon, что производит ракетные комплексы, которыми убивает людей, объявила о праздновании гей-прайда. И дошло до того, что само качество товаров отошло на второй план. Рыночная стоимость и то, как люди относятся к условному бадлайту, зависит от того, снимаются ли в их рекламах трансгендеры. При том, что сам пивас никак не меняется. Кстати, после партнерства с трансом им объявили бойкот. И они тут же выпустили самую маскулинную рекламу с мужиками и конем. Когда я узнал, что в патриархате главное не лошадь, я сразу потерял к нему интерес. В общем, я к тому, что потребительская логика заполонила все горизонты нашего мышления. Дошло до того, что выражение себя, своей личности, своих взглядов, своей идентичности сводится к тому, какие продукты ты потребляешь. Каким брендом ты несешь бабки. А значит и наши идентичности находятся в руках корпораций. А это позволяет им держать культурный и даже политический дискурс в нужном им русле. Взять вот феминизм. Насколько я понимаю, феминизм это не только критика патриархата, но еще и критика капитализма. Он стремится к равенству. А значит он несовместим с системой, которая по определению не может существовать без неравенства. Поэтому в мейнстриме педалируется идея неолиберального феминизма, также известного как корпоративный феминизм. Он не только безопасен, но еще и выгоден для системы. Потому что он не говорит об экономических изменениях, о системных реформах, о пересмотре имущественных отношений. Вместо этого он предлагает лишь косметические изменения в духе «нам нужна репрезентация, нам нужна больше женщин там, где сейчас их мало». А где их мало? На престижных позициях. Так что нам нужно заменить мужчин на женщин. Нам нужны женщины в правительстве, женщины-бизнесмены и так далее. Вот как их будет поровну, вот тогда мы заживем. Но на деле это пустышка. Пыль в глаза, чтобы отвлечь нас от настоящих проблем. Ведь фундаментально это ничего не меняет. Это как если бы мы вернулись в прошлое и сказали «Слушайте, а проблема ведь не в самом рабстве. Проблема в том, что у нас рабы только черные. Давайте у нас будет поровну черных рабов и белых рабов. А также поровну белых рабовладельцев и черных рабовладельцев. Вот тогда у нас все будет хорошо. То есть ты не избавляешься от неравенства. Ты все еще живешь при рабовладельческом строе. Система по своей сути остается все той же. И неолиберальный феминизм работает по похожей логике. Он не борется с угнетением и неравенством. Он лишь позволяет женщинам присоединиться к угнетению других. Но по факту большинство женщин и дальше будут страдать. Потому что опять-таки богатые будут богатеть, а бедные вне зависимости от пола будут беднеть. Один класс эксплуатирует другой. Ничего не меняется. Система в порядке. Более того, система зарабатывает на этом движении, продавая эту идентичность через товары и культуру. И Барби понимает эту проблему. Все-таки фильм сделали Грета Гервик и Ной Баумбах. Они высмеивают неолиберальный феминизм. В правительстве одни женщины. И они заправляют финансами. Все, что у вас делают мужчины, у нас делают женщины. А почему она загрустила? Мы ведь решили все проблемы, чтобы все женщины в реальном мире были счастливыми. Они иронично говорят о том, что утопический матриархат, в котором гендерные роли поменяли местами, решает все проблемы женщин. Благодаря Барби все проблемы гендерного неравенства были решены. Или взять генерального директора корпорации Мотел в исполнении Уилла Фаррелла, который говорит вещи в духе «Эта компания буквально состоящая из женщин. У нас была женщина-президент в 90-х, и затем была еще одна. У нас есть гендерно-нейтральные туалеты, их дофига. Каждый из этих мужчин любит женщин». Они подкалывают корпорации за то, что те цинично зарабатывают на настоящих общественных проблемах. «Скорей покупайте новую Барби в депрессии!» «Тревожность, панические атаки и ОТР продаются отдельно». Все это очень злободневно и зрит прямо в корень. И в картине такого полным-полно. Правда, поскольку сам фильм является, по сути, заказом корпорации Мотел, он не может дать полноценный вывод своим же мыслям. Именно поэтому финал картины ощущается таким скомканным. Мне правда интересно, сколько людей испытали то же самое. Дайте мне знать, если вам тоже показалось, что концовка была какой-то сумбурной, рандомной и, в общем и целом, неудовлетворительной. Если для вас она была таковой, то сейчас я попробую объяснить, почему она такой вышла. Смотрите, Барби — это бренд корпорации Мотел. Кстати, мне понравилось, что тут даже офис ФБР куда красочнее и живее, чем офис корпорации. Это прикольная визуальная деталь. В любом случае, интерес Мотел заключается в смене имиджа, потому что долгое время феминистки критиковали их за то, что те прививают девочкам нереалистичные стандарты красоты, за то, что они с детства прививают им комплексы. И через этот фильм Мотел, так сказать, признает свои косяки и пытается пересоздать себя как прогрессивную компанию. Они сами себя критикуют. Ты отбросила феминизм на 50 лет назад, разрушила самооценку миллионов девочек и убиваешь планету, продвигая идею безудержного потребления. Над самими собой иронизируют. Какая разница, Барби или Кен, денежки-то приходят. Как тебе не стыдно, сотрудник номер три? Думаешь, я провел всю жизнь в собраниях только ради прибыли? Я пришел в бизнес ради маленьких девочек и их чайней. И в конце, опять-таки, через иронию, потому что сейчас круто быть ироничным, присоединяются к социальной справедливости. Но это мешает сценарию сделать удовлетворительную концовку. Смотрите, тут есть два мотива. Первый — это критика неолиберального феминизма. Но нам только указывают на проблему. А этого мало. Нужно еще и предложить решение. А для этого концовка должна быть антиконсумеристкой. Ведь основная претензия феминисток к неолиберальному феминизму заключается в том, что тот переводит их движение в логику свободного рынка. Так что фильму в своей концовке пришлось бы критиковать корпорацию за то, что та апроприирует феминизм и продает его под видом очередной идентичности. Чем и подпитывает систему, которая и порождает неравенство. В том числе и гендерное. Но поскольку это продукт Мотел, фильм не может сказать зрителю, что купив билет на фильм, он поддерживает сломанную систему. Он не может призывать зрителя к тому, чтобы тот не покупал игрушки. Он не может сказать, что покупка Барби-президента, Барби-физика, Барби-космонавта, Барби-обычную женщину, это бессмысленно. Ты не решишь никаких проблем через потребление, потому что все как раз наоборот. Но так говорить нельзя. Ведь через этот фильм корпорация пытается продать нам критику самой себя на своих условиях, чтобы выйти на новые рынки сбыта. Они могут сколько угодно смеяться над собственной жадностью, но они никогда не скажут перестать потреблять. И поэтому нас уводят во второй мотив, превращение в реальную женщину. Ого. На. Я как настоящая женщина. И он выглядит неубедительно, потому что, если посмотреть на приключения Барби, то в ее действиях нет ничего связанного с этой аркой. Да, вначале она становится несовершенной, а в конце принимает себя. Но если посмотреть на то, что происходит между этими двумя событиями, то мы увидим, что она ищет девчонку, бегает от корпорации, встречается с патриархатом, берет с собой людей из реального мира, участвует в госперевороте. То есть в самом сюжете, в действиях Барби нет особой связи с этой аркой. Она тут нужна только для того, чтобы дать фильму фальшивое чувство завершенности. И делается это не потому, что она что-то для себя уяснила, а просто потому, что в конце две женщины ей это объясняют. Причем на верный путь ее ставят в прямом смысле основательница корпорации Мотел. Вы Рут из Мотел? Милая, я и была Мотел, пока до меня не добралась налоговая. А также фанатка корпорации Мотел. Так вы... Рут Хендлер, создательница Барби. Что? Потрясающе. И этот персонаж является очень важным во всей этой схеме. Есть такой феномен под названием Disney Adults. Это взрослые люди, для которых контент Диснея это не просто продукт, это образ жизни, это образ мышления, это идеальная дойная корова для Диснея. И видимо, через этого персонажа Мотел хочет создать нечто похожее для себя. Ведь это целевая аудитория фильма. Взрослые женщины, у которых есть связь с этим брендом, потому что в детстве они играли с этими куклами. Именно этот персонаж решает кризис Барби Лэнда. Отличная Барби белая спасительница! Нет, спасительница твоя мама. И решает его она тем, что, среди прочего, придумывает новый продукт. Как насчет обыкновенной Барби? Это отвратительная идея. Они будут продаваться. О, обыкновенная Барби прелесть. Но фильм по своей же логике должен был сказать, что этот персонаж и есть проблема. Она под корпоративным колпаком. Она только вредит женщинам. Она смотрит на этот мир, понимает его и решает проблемы через продукт. Вместо того, чтобы сказать, что идентифицировать себя с продуктом это неэффективно, это только лишь отвлекает тебя от настоящей проблемы. Фильм говорит обратное, ведь персонаж оказывается прав. Ее взгляды торжествуют. Маттел выстраивает позитивный образ такого мышления. Любить их продукты и строить вокруг них всю свою личность это хорошо. Это круто и вовсе не проблематично. Покупая их продукты, вы поддерживаете женщин. Вы настоящий феминист. Как? Лояльность их бренду это класс. Не зря же циничная дочь главной героини становится позитивным героем только после того, как меняет свое отношение к продукции Маттел. Это вовсе не пропаганда, это реклама. Но зато персонаж Кена удался. Он реально работает. Видимо, потому что на него действительно плевать. насчет Кена мы не беспокоимся. Вообще. А значит, с ним можно экспериментировать. Это единственный полноценный персонаж фильма. Он совершает ошибки и усваивает урок. Вот как раз таки его арка с поиском себя. В том мире я был кем-то. Меня уважали просто за то, кто я. Пронизывает и диктует каждое его действие, пока не находит свое логическое завершение в концовке. Да и вообще, сам факт того, что Райан Гослинг играет Кена, это очень интересно. Потому что тут он выполняет не сколько роль актера, сколько ходячую рекламу самого себя. Из-за чего опыт просмотра фильма, по сути, является рекламой в квадрате. Ведь тут его персона интересна в первую очередь вне самого фильма. Многие люди идут смотреть на Райана Гослинга в Барби из-за всех этих мемов про Literally Me, Drive и так далее. Кстати, нечто подобное было в Апокалипсис сегодня. Марлон Брандо в то время был суперзвездой. Ты не можешь взять просто хорошего актера на роль полковника Курца. Тебе нужен кто-то столь же легендарный, как Брандо. Потому что весь фильм это, по сути, один большой билдап встречи с этой гигантской фигурой. Только, опять же, если вес Брандо обусловлен его актерским талантом, то тут речь идет больше про мемы и приколы о том, что Гослинг играл настолько без эмоциональных героев, что теперь в прямом смысле играет пластиковую куклу. А еще более гигантскими фигурами являются вот эти бигбои с бустей Патреона. Огромное вам спасибо за поддержку канала. А отдельная благодарность Антону Войтикову, VCD и War Follows Me. Увидимся с вами в нашем закрытом телеграме. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать фильм с похожей тематикой. Это «К черту любовь». Он тоже про феминизм и перестановку привычных гендерных ролей. Это картина про то, как Рене Зальвегер призывает женщин не влюбляться, а заниматься сексом так же, как это делают мужчины. Без эмоций и привязанностей. И тогда женщина сможет активно участвовать в трудовом процессе и добиться равноправия с мужчинами. Благодаря этому подходу мы видим, как постепенно в обществе женщины начинают занимать позиции, которые раньше принадлежали мужчинам. В свою очередь Иэн Макгрегор, плейбой и бабник, пытается ее в себя влюбить. Получится у него это или нет, я говорить не буду. Но зато скажу, что фильм делает нечто похожее, что и Барби. Он тоже показывает капиталистическую апроприацию феминистской риторики. Напомнив нам о важнейшей цели, ради которой мы и взяли за издательское дело. О продажах. Но поскольку фильм не является прямой рекламой продукта, не является актом корпоративной рекуперации, и он не должен нравиться широкой демографии от детей до взрослых, то он может браться за эти вопросы с куда большим спектром нюансов. Он как раз таки критикует сам факт продажи людям идентичности через товар. Он не пытается усидеть на двух стульях и доводит дело до конца. Жалко ли, что в прокате фильм провалился? В общем, из-за финансовых интересов, что стоят за Барби, фильму приходится идти на сценарные компромиссы, из-за чего он лишается как внятного месседжа, так и логического финала. По сути, это не фильм, это одна большая реклама. Попытка продать одно, выдав это за другое. Точно так же, как и новые «Звездные войны». Это не кино, это реклама самой концепции «Звездных войн». Под маской социально-экономической критики нашего общества скрывается попытка сделать так, чтобы лояльность к их бренду стала частью твоей идентичности. Это как если бы концовка бойцовского клуба была бы не про взрыв банков, а про то, что теперь банкиры стали чуть другими. И, кстати, сам факт того, что люди фанатеют по этому фильму и покупают связанный с ним мерч, означает, что либо фильм плохо доносит свой месседж, либо это люди чего-то не догоняют. И это смешно. А еще смешнее от того, что трансформеры, если очень сильно подумать, если очень сильно прищуриться, а это я могу, в каком-то странном смысле тоже имеют антиконсюмеристские элементы. Шайл Абаф покупает себе машину не из-за ее прямых функций. Он покупает новую идентичность, он покупает идею, он хочет из неудачника превратиться в плейбоя. Это фильмы про то, как продукты вокруг нас воюют между собой, и это можно рассматривать как аналогию на свободный рынок. И тут тоже есть своя Америка Феррера, только тут герой, что олицетворяет зрителя, он лох. Фильм его ненавидит. А в одной из частей героя вообще дразнит за то, что тот не занимается сексом. И самое главное, он целомудрен. Мудрый? Он становится последним рыцарем трансформеров, потому что у него нет личной жизни. Ни с кем не спали, мистер Кейт? Это было давно. Насколько давно? Неделю, месяц, год. Ну а может быть я берегу себя? Для чего бережете? Для старости? Если это не издевательство над потребителем, то я не знаю, что тогда вообще является таковым. Он пролетел через всю вселенную, чтобы найти меня? Нет, он искал не конкретно вас, изобретателя-неудачника из Техаса. Боже упаси. А если учесть тот факт, что в этих фильмах технологические продукты, по сути, колонизируют землю, сплетаются с военно-промышленным комплексом, и вместо того, чтобы служить воле человека, занимаются своими делами, это вторжение. Однажды мы проснемся, а они всем заправляют. То в дискуссию автоматически вплетаются идеи Ника Лэнда и философия акселерационизма. Так что да, вывод сегодняшнего видео Майкл Бэй гений. Можете меня на этом цитировать.